Мой дед Михаил отслужил в армии, потом учился в народном училище и женился. Так как он был членом партии, его назначили председателем Цельсовета. Он построил деревню Деляны Уханки. Михаил жил с женой Эгена Витми. В 1938 году его перевели в город Орша на должность директора сельсотехники в Деляхарктире. А в марте 1941 года родился третий ребенок. Старшему сыну Геннадию было 14 лет, дочери Зинаидии, моей маме, 9 лет. Через 3 месяца жители Орши проснутся и узнают жуткую новость. Началась война. Самая страшная и короткорролевная в всю историю человечества. На второй день город Донбире. Орша являлась крупным жизнедорожным узлом, поэтому часто подвергалась командировкам немецкой авиации. Михаил ушел на фронт. Моя бабушка Прасковья осталась двумя взрослыми детьми и грудным ребенком. Пока прекратилась бомбежка, Прасковья собрала вещи, забрала детей и опять поехала в деревню, где стояла хата, которую выставил Михаил. Они ехали на телеге, сзади была приразная корова, по городу валялись катушки ниток. От разгоненной бомбами льняной фабрики мост пришлось обезжать. До деревни в Адраму чином было ехать километров в тридцать. Дорога длинная и ехать опасно. Но Прасковья решил, что деревья сможет за счет земли и хозяйства прокормить детей. Город был разгромлен в небесе. Выехав за пределы города, нужно было сделать небольшой приват. Прасковья сглубленный ребенком на руках, садилась на колесах телеги и отдыхала. Зинаида и старшие братья нашли пешком молча друг возле друга, наблюдая за телегой с вещами и мучающей коровой. Они с надеждой глядели на маму, мечтая добраться в деревне живой. На душу стоял черный дым. Город превратился в месиво из разбитых зданий, фабрик, заводов и людей, которые трудились, не подозревая за их умыслов других государств. Зависть, жадность не дается хватчикам покоя, чтобы жить и ценить то, что дал Бог. В зависти рождается не ненависть, а ненависть и злость. Добравшись через местную дорогу, в мельное поле до деревни телега, остановился возле хаты Михаила, где живет брат Леон со своей семьей. Они помогли занести вещи в дом, в хату, которая была разбежена на кухню и комнату. В первой половине стояла русская печь, всего вторая половина хаты не так делась. Моя мама с братом спали в второй половине, так как у Леона были маленькие дети, три и два года. Немцы поделили огороды и колхозные музеи, выбрали староста учителя. Осенью немцы дали приказ, все дети идти в школу учить немецкий язык. В школе жила семья учителя, жена и трое детей. Моя мама пошла в третий класс, но учеба продлилась недолго. Мама вспоминала все со слезами и боли, поэтому я не во все могу расспросить. Не излагаю только то, что она в силах рассказать. Самые страшные события жизни пришлись на время и детства. Когда она с ребятами ходила за солью и спичками, в другую деревню, где у головок свистели пули. Посылали детей, потому что их немцы не трогали. А если шел в родстве, его расстреляли. В школу, в которую ходила моя мама, находилась недалеко от дома. Однажды люди слышали крик, шум, все выжили на улицу и увидели, что школа горит. Учителя у нее сидит расстреляли. Немцы подозревали, что они имеют сесть с партизаном. Однажды к маме и бабушке Просковье попросила, чтобы она спрятала у себя в хате раненого партизана, потому что у них опасно. Ее муж партизан, предателей много, могут расстрелять всю семью. Два дня побудут и увидят. Просковье согласилась и попросила, чтобы ее муж его взял в третий партизан сына Гею, которому исполнилось 15 лет. Немцы часто забрали с собой, чтобы он гуснил дрова, все нагласили в ящики, и Просковье боялось, чтобы Гену не доставили служить в полицию. Кум Иван ответил, что для ее сына уйдется работа. Он будет смотреть за лошадьми, но ему нужно достать винтовку. Тогда его возьмут в партизанский отряд. Когда в хак Просковье пришел этот раненый партизан Василий, про которого говорила Кума, она предупредила его, чтобы днем он сидел на чердаке, пока немцы разъезжают на мотоциклах по деревне. На ночь они выезжали в основной гарнизон и местечко Смоляна. На следующий день вечера в партизан садался уходить, к которым заехали немцы в отбор. В хате моей бабушки Просковья и моей дедушки Михаила расположился немецкий комендар. Переводчик объяснил, что все жители выселяют в другую деревню, но не могут приходить в дом завещания. Он провел демоновую гляну по комнате и сказал, очень видно живут, даже брать нечего. В этот момент брат Ненок тоже был богом. У него не выходило из головы, где взять винтовку, чтобы попасть в партизан. А тут как раз подходящий момент. Уже что не было. Переводчик сказал Просковью, чтобы она с детьми приночевала на кухне, а утром вся семья должна отправиться в другую деревню. Немцы расположились во второй комнате. Немецкий комендант сел на койку, достался из фотографии с карман и стал показывать их в зеномиде и вебра. На фотографиях были изображены его жена и дети. В этот момент потолок хаты стал потрескивать. Раненый партизан в это время поворачивался, лежа на чердаке. Немец спросил, почему трещит? Посмотрел на Посковку. Дом старый, оседай, быстро ответила она. Немец перевел слова коменданту, и он успокоился. Пока немцы ужинали, Просковья сообщил партизанам, чтобы он сдал ее возле угла дома. Она его выведет по краю огорода, в конце которого начинался колхозный сад. К счастью, в этот вечер немцы не расставили патруль. В сенях хаты сгружили много винтовок. Брату Гене удалось ввести одну винтовку и спрятать ее в огороде, картошке. Когда немцы уснули, Просковья вышла из капли и проводила раннего партизана до колхозного сада. Если бы немцы увидели партизана, то же стреляли бы всех, и ее, и детей. Ночью старший сын Гена забрал спрятанную винтовку и ушел в партизанский отряд в лес. Моей бабушке Просковье в 1942 году пришлось в действие о том, что ее муж, кулик Михаил Валентинович, убил и похоронен под Москвой. Балушка с ними летней оставала жить в деревне. Город Торше был освободен от немецко-фашистских захватчиков 27 июня 1944 года. Своего дедушку Михаилу я знаю только парнистага мамы и фотографии, которые у нас сохранились. Эти военные события коснулись всех нас, и мы, наверное, никогда не сможем их забыть. Война стала трагедией для каждой семьи. Мы с детства смотрели кинофильмы, а в ней всегда знали, что эти чудовищные события никогда не должны повториться. Мы хотим мира, хотим жить в счастье и любви. Дети Михаила выросли, дочери вышли замуж, что он женился. И у жена лучше никогда не выходила замуж и прожила в скорби до 85 лет. А хата, в которой жили бабушка и дедушка, моя мама, и в которой родилась я, стоит до сих пор в той деревне. В ней происходило еще много событий, и плохих, и хороших.